МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нестерпимый жар, клубы дыма, потоки расплавленного металла. Можно сколько угодно рассуждать о мужском и женском профессиональном предназначении, но кислородно-конвертерное производство, впрочем, как и вся черная металлургия, территория мужчин. Многое меняется в последние годы. Процессы все больше становятся автоматизированными, людям все меньше приходится соприкасаться с высокими температурами. Но если мускульный труд уже не главное, то сила духа и характер здесь по-прежнему в цене. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начало разговора со Столеваром в непечной обработке кислородно-конвертерного цеха Евгением Рашопкиным получилось неожиданным. Он наотрез отказался участвовать в съемках. Беседовать на камеру не моя стихия, с порогу заверил на Столевар. Но найти общие темы для разговора было трудно лишь первые пять минут. Оказалось, человеку огненной профессии сложно говорить о себе, но о работе, о своей бригаде, о людях, которые рядом, рассказывать получилось легко и душевно. Для этого, можно сказать, моя семья вторая. Могу так сказать, моя вторая семья. Здесь я столько же времени провожу, наверное, как и дома. Мы все дружные, все хорошо со всеми. Даже за пределом комбината мы все поддерживаем, дружеские отношения. Здесь, на территории огня, не случайно так много и часто говорят о дружбе, о чувстве локтя. Ты сколько угодно можешь быть замечательным специалистом, но если ты не человек команды, в бригаде не приживешься. Это истины, которые понимаешь с первого дня. Знакомство Евгения с кислородно-конвертерным цехом началось еще во время производственной практики. Сначала должны технику безопасности мы пройти, а потом уже, после этого, конечно, метелка и лопата. Хотя лопата и метелка перечеркнуть первые впечатления уже не могли. Масштабы, мощь грандиозного цеха, огромных объемов конвертера и ковши, громадные краны. Стало понятно, настоящая учеба, да и школа жизни будет именно здесь. Вот сколько времени нужно, чтобы вы себя в цехе, как вы себя дома чувствовали? Как дома себя чувствовали? Если честно сказать, я по себе буду говорить, ну, наверное, года полтора. В первое время рядом с новобранцем обязательно есть наставник, который все объяснит и научит Азам. Но сколь долго бы тебя не водили за руку по кислородно-конвертерному, в памяти все же останется первая самостоятельная смена. Я даже помню, это первый день. Я домой пришел, думал, спать не буду, но пришлось весь день проспать. Доводка стали по температуре и химическому составу один из самых ответственных этапов обработки металла. Однако его результат зависит не только от современного оборудования, но и от мастерства столевара. Когда все ровно, может человек обработать металл, как по учебнику. То есть, что написано в институте, что пришел сюда, тебе рассказали, ты можешь это все, вот, блокнот написал и можешь так обрабатывать. А вот именно когда рядовая ситуация перестает быть рядовой, внештатной, вот в этом случае и оценивается профессионализм. Как столевара, так и подручного столевара. Да, в принципе, мне кажется, любого человека на своем рабочем месте. Есть ли место творчества на производстве, где во главу угла поставлены дисциплина и порядок? Есть, объясняют столевары, но только вряд ли речь об импровизации. Скорее, ценно такое понятие, как чуйка, интуиция металлурга. Вы пришлите какую-нибудь плавку сюда с не очень хорошей химией, которая будет опаздывать на МНЛЗ, которая, ну, любой начинающий, грубо говоря, или неопытный стильвар скажет, что мы никуда не успеем, все плохо. А профессионал своего дела, тот же самый Евгений Александрович, у него уже в голове все распинено по полочкам, что нужно первым делом сделать, что вторым. И по итогу не раз он это доказывал, что получается конфетка. Работа здесь кипит. В течение смены на участок в непечной обработке поступает в среднем 40 ковшей жидкого металла по 380 тонн каждый. Большую часть времени столевар контролирует процесс по монитору, а при необходимости спускается в цех и берется залом и лопату, чистит площадку под агрегатом. У нас производство, конечно, здесь работа тяжелая, ситуация разная бывает. Евгений у нас человек профессиональный, он все хорошо делает, быстро, качественно. Мало быть профессионалом высокой пробы. Талант оставаться человеком в самых разных ситуациях и критических тоже вызывает уважение. Увидел, как общается коллектив с ним и как он с коллективом. То есть в какие-то моменты он очень такой дружественный человек, сглаживает многие моменты. И всем, любому человеку, неважно, даже человек может быть старше его, ни на 5, ни на 10 лет, он может дать дельный совет. Хотя сам является гораздо моложе. Я думаю, именно из-за этого он является таким авторитетом в нашей бригаде и вообще на участке. Он делает талантливо все, за что берется. Сопродолжают петь дифирамбы Евгению Рашубкину «Товарищи». Но как ни крути, чтобы талант засверкал всеми гранями, рядом должны быть люди, близкие по духу. Я думаю, как брат, как брат даже я могу сказать. Ну не то, что я там коллега, а чисто как братья мои. Сколько угодно можно обвинять журналистов в погоне за патетикой. Но как здесь не вспомнить легендарное пахмутовское «Братья по огню», «Братья по судьбе», «Братья по горячим делам». Кстати, это тоже показательно. Все, кто беседовали с нами в этот день, металлурги во втором, а то и третьем поколении. Так что на площадке кислородно-конвертерного, можно сказать, работает одна металлургическая семья. И следующий очерк об истоках, с которого начинался цех 30 лет назад. До легендарной даты 2 ноября остаются считанные дни. 30 лет назад металлургический комбинат «Магнитки» перешел от мартеновского выпуска стали к выпуску кислородно-конвертерного. Это было непросто. Буквально на каждом этапе, начиная с пробивания в верхах самой идеи, организации строительства, да и начала работы ККЦ, чье время пришлось на период экономических и политических катастроф. Как вспоминают старожилы, та самая первая торжественная плавка тоже была непростой. В назначенные 10 утра 2 ноября 1990 года стартовать не получилось. За несколько часов до начала обнаружилось, что конвертер сырой, плавку категорически нельзя было делать. Перенесли на 16.00, хотя и позже все было на грани. Из-за недоработок оборудования пришлось разливать кипящий металл. Но люди были подготовлены настолько хорошо, что все прошло без сучка и задоринки. Одним из тех профессионалов был и есть разливщик стали Виктор Жуков. Пуск цеха происходил как раз мы в нашей смене. Мы тогда с четырех работали. Вот в нашей смене эта плавка разлилась на первой машине. Приезжало много гостей, там и министры черной металлургии. Интересно такое событие было. Самим интересно было, когда это все заискрилось, металл пошел. Вроде на таком оборудовании еще вот только что стоявшее, там все как разокрашенное, такое разноцветное. С той самой даты минуло 30 лет, но теплая улыбка моментально озаряет мужественное лицо, когда разговор заходит о первой плавке. И сегодня уже со смехом можно вспомнить, как министр приехал на открытие в обычном драповом пальто и приходилось ему процесс наблюдать издалека, и как все шло не совсем по плану. За кадром произошло много интересного, чего не ожидали. там плавку не смогли долить по первости, там по температуре пролетели. Ну все красиво, на картинке получилось все красиво. Как бы никто не догадался, что у нас что-то там пошло не так. Это уже история. Буквально через полгода кислородно-конвертерный задышит, заработает в полную силу. В том же 90-м году войдет в строй первая очередь цеха в составе конвертера номер один, агрегата доводки стали, машины непрерывного литья заготовок номер один и отделения подготовки литых слябов. Сложно было представить на этапе обучения в Липецке и Мариуполе, вспоминает Жуков, что и у нас в магнитке появится такое же современное производство. Реальность превзошла самые смелые ожидания. Когда вот уже у нас начали завершать, то оборудование, конечно, на порядок современнее было. Многое, что там делалось вручную, у нас уже более автоматизировано было. Он на тот момент как бы на порядок прям по-современнее был. Сегодня ККЦ удерживает, как и прежде, звание одного из самых производительных в мире среди аналогов. И все это время биография Виктора Жукова неразрывно связана с производством. А ведь оказался он здесь по воле случая. Свободные вакансии для молодых специалистов предлагали только в строящемся цехе. Пойти по стопам отца, стать прокатчиком не получилось, решил Виктор. Значит, выработаю горячий сташ и найду участок на ММК полегче. Сейчас за плечами у Виктора Жукова огненных десятилетий уже три. И уходить он не собирается. Работа у нас коллективная. Еще раз говорю, тут один человек не сможет мне что-то сделать. Все завязано прямо на коллективе. В любом случае, даже операторы постов, насколько они нас будут понимать. Все равно, как-то уже все привыкли, кто как разговаривает. В микрофон говоришь, не всегда шум, что-то может мешаться. Он по обрывкам фраз уже поймет, что ты хотел, и он изменит что-то в процессе. Тот самый случай, когда люди понимают друг друга даже меньше, чем с полуслова. Меняются технологии. Все меньше ручного труда в кислородно-конвертерном, больше автоматики. Но, как ни крути, есть нюансы в процессе разливки стали, отследить которые может только человек. Когда в автоматическом режиме происходит разливка, периодически нужно все равно в ручной режим переходить. И вот в этот момент прям по ручке, по ее жесткости можно определить некоторые моменты. Горячее производство с его непредсказуемыми задачами способно воспитать настоящего универсала. За всеми технологическими параметрами надо следить, с какой химией пришел металл, какая температура задана, какая группа воды, с какой скоростью разливать. Четко все расписано у каждого. То есть, что конкретно должен делать. С начала смены, извините меня, до конца смены. Как, как, если не сделаешь, а кто будет делать-то? Поэтому строго-настрого мы тоже, я со своей стороны, с бригадирой, со своей стороны, они четко следят за этим. Каждый человек должен делать. Хочешь ты, не хочешь, ты пришел сюда, будь добр, работай. С такими людьми, которые не хотят ничего делать, ну, здесь таких нет. В цехе на разливке работают примерно 60 человек. И при этом никакой суеты. Все четко, грамотно, слажено. Потому что действуют профессионалы. Люди, которым достаточно поставить задачу. Не жалеет эпитетов в адрес подчиненных сменный мастер Сергей Бутов. Грамотные, ответственные, очень надежные. На таких, как разливщик стали Виктор Жуков или его коллега-бригадир разливки Владимир Федотов, держится коллектив. Люди сами разбираются, потому что отработали уже много лет, ситуации, еще раз повторюсь, очень много было и штатных, и внештатных. Люди знают, что они делают. Еще один герой стальной трилогии бригадир разливки Владимир Федотов. Кстати, тоже несостоявшийся прокатчик. Дед Металлург настоятельно рекомендовал после армии пойти в листопрокатную, но вновь сделал по-своему и сейчас об этом не жалеет. На комбинате у нас что у нас покрасивее? Прокат только? И все, а что там красиво? Ну, накатал все, что мы сделаем. Все, если ККЦ не сделает, чего не катать тут? 27 лет в огнедышащем цехе среди шума, пыли, кипящего металла. Дилетанту всегда трудно понять, что заставляет людей держаться такой сложной работой. Безусловно, материальную сторону вопроса никто не отменял, но этой мотивации вряд ли будет достаточно. Должно быть интересно, говорит Владимир Федотов. Первая смена, то лето. Пришел, весь одетый, обутый такой. Когда все это нарядили во все. Походил, посмотрел. Сначала, конечно, ничего руками трогать не давали. Потом понял, интересно. Все, пожалуйста, на, пробуй. Попробовал. Ну, раньше автоматики такой не было, поэтому, я говорю, как-то интереснее даже было. Сейчас проще, просто процесс контролируешь. В каждом слове чувствуется уважение к работе и друзьям, коллегам. Здесь свои традиции, ценности, правила и даже распределение обязанностей в каждой бригаде устроено по-разному. Я, получается, работал во многих бригадах, все бригады разные. Поэтому, как-то вот, к своей, конечно, в третьей я больше всего нахожу в бригаде. Как-то вот, больше всего. И привычно, и молодежь даже приходит, как-то все равно с ними общий язык находишь быстрее, когда в коллективе работаешь. Чем кого-то отдельно обучать, проще попросил кого-то, там, наставника, знаешь, кто уже более-менее работает, назначил наставника, все, и там получается намного проще все учиться. Человек этой профессии должен обладать такими качествами, как смелость, сорешительность, молниеносная реакция в принятии решений в трудных ситуациях. И пусть Владимир уверяет журналистов, что ничего сложного в его работе нет. Цена его безаварийной работы неизмерима. С большого ковша, со сталью ковша откантовался шлак, остатки металла, все, этот пол сейчас обдуется, и ищем столевоз, отправляем в ковшевое отделение. Остатки металла, когда уедут чаши кантоваться, она может не скантоваться, то есть на одну чашу меньше станет. Ее там будут люди мучаться, выбивать, еще что-нибудь делать. Температура заказываемых марок стали достигает 1550 градусов. И эти 1550 градусов неуправляемого металла разливают люди. Здесь далеко не каждый выдерживает нагрузку, но те, кто остаются, прикипают на долгие годы. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»